Привет, мальчишки и девчонки! Добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем проходить Age of Wonders Planetfall Invasions. Играем мы здесь за Шака Арн, и если прошлые серии у нас были достаточно такие партизанские, то в конце прошлой серии нам все объявили войну, ну как все, здесь всего лишь Даюн и Стенизоид Железа, но тем не менее, как минимум их в два раза больше, чем нас, и обе эти фракции на нас накинулись. Отжали они у нас морской город, и на самом деле у меня сейчас в планах их как-нибудь здесь растащить на два фланга, может быть заманить сюда, потом разбить их тут, может быть сюда заманить, чтобы они вышли на берег, и мы их смогли разбить, не знаю, пока, пока я все это делал только в планах. Так, у нас по войскам три стека, по сути, у них здесь полтора стека, и здесь, наверное, два. Это из тех, что я видел, Стенизоиды Железа я пока еще не видел, не приходил он ко мне. По войскам здесь у меня оборона третьего уровня сейчас построится, здесь уже все построено, а нет, третий уровень еще не построено, к сожалению, только, только второго, наверное, надо строить. Да, и здесь тоже производится. Ну, отлично, по деньгам достаточно плохо все. Так, что у нас тут области? Гражданскую гильдию можем поставить. Или военную, наверное, уже пора военную ставить. Гражданская, что она будет давать? Это быстрее постройки будут строиться. Быстрее постройки. Военные позволят нам быстрее отряды набирать, и плюс они с броней у нас будут. Здесь у нас что? Здесь у нас также военный уже стоит. Давайте гражданскую поставим. Завод тыловой поддержки. То есть, в основном войск, конечно, здесь нужно производить. Поэтому здесь имеет смысл гражданскую построить. Что нам позволит быстрее производить здания. Так, здесь у нас пока ничего интересного нет. Посол, технолог, экономист. Можем, конечно, вот установку систем наблюдения изучить и где-нибудь здесь бахнуть. Но, как видите, денег у нас не очень много. Так, вы до куда сможете дойти? До сюда. Ну, давайте вот так вот их ждем здесь. Может быть, проатакуют они нас? Здесь что? Ну, давайте вот так вот их объединим. Так, стэк есть. Этот стэк... Даже не знаю, может быть, давайте, да, сюда пока его отправим. По дипломатии 86 у нас с анималами дружба. Да, до максимальных отношений сколько не хватает? 40. Так, то есть, нам нужно 4 покупки совершить. Вот этих второго уровня. Ну, или задание какое-нибудь выполнить. Муфляж охотника. Снайпер ДНК. Химики. А сколько здесь химиков? Один. Один химик. Ну, химиков много набирать и смысла нет. Они такие весьма своеобразные, гранатометные юниты. Наверное, имеет смысл покупать снайперов. Вот снайперы мне нравятся у анималов. Прыгуны и вот эти пёсели, как их тут, охотники, они мне вот как бы не очень зашли. Здесь бы, наверное, даже поменять бы. Ну да, у нас получается анималов больше, чем собственных войск. Забавно. Можем также у парагона, кстати, мы купить. Солдат. Даже, наверное, рядовые парагоны мне больше нравятся, чем они малорядовые. Ну да ладно. Здесь имеет смысл покупать, чтобы прокачать отношения. Так, у парагонами. Мир. А, у них война. С железом. То есть мы наговорили. И они объявили войну. Ну, отлично. То, что нейтральные фракции воюют против наших врагов, это хорошо. Быть может, они немного отвлекут на себя их внимание. Да, мало ли, может, какие-нибудь города позахватывают. Так, ну да ладно. Давайте все-таки по дипломате решим, что купить. Нам сейчас крайне нужны войска. Здесь за следующего уровня надо 15. В принципе, можем и купить трех бойцов. И этого хватит, чтобы нам перейти на следующий уровень. Там уже появится фанатик, умные снаряды, тяжелые солдаты. Ну, наверное, давайте все-таки вынималов пойдем. А, парагон это достаточно известная фракция. Давайте вот еще парочка снайперов возьмем. Того нам осталось до 20. То есть еще две покупки. Так, куда вас отправить? Давайте к нам сюда пока, стойте. Так, разведчица наша, лазутчица. Она тоже здесь, держись. Будем смотреть, что они будут делать. Вот эти войска куда-то ушли. Сюда они пошли или нет? А, это интересный вопрос. Так, здесь у нас продолжают кварциты падать. Да, вон даже у нас тут лагерь есть, эти кварциты. В принципе, можно сейчас ударить, разбить их, опты немного набрать. А, вот они, наверное, поплыли. Эти товарищи. А что, все? Да, как-то странно. Никаких оповещений, ничего. О, 203 производства. Ничего себе прилетело. Как много производства. Так, что здесь? Это же у нас ведь невидимое, да? Невидимое, это, конечно, невидимое. По обороне, что у них тут? 780 тысяча. Армия. Здесь у нас сколько? 906. У нас 870. Как бы их сюда заманить? В открытом поле, в принципе, шансов у нас гораздо больше. Если их мы сначала вот нашими городами потреплим, то есть нет смысла сейчас вот на их город нападать. Установка систем наблюдения. Давайте все-таки это мы сделаем. Вот сюда куда-нибудь воткнем. Вот так вот, допустим. Да. Как видите, у них тут два стека. Эти два стека надо как-нибудь выманивать отсюда. Давайте, может быть, даже этот город им пожертвуем. А мы сейчас вот этих товарищей разобьем. Опыт за них получим. Но не сейчас, на следующий ход получается. Да. Получим опыт. Что-то... Какой-то хабар получим. Они опять плывут. Куда они плывут? Или это они с города ушли? Они с города ушли? А, нет, вот они. Они пошли на нас. Окей. Так, тут у нас построилась, значит, максимальная оборона. Что нам лучше здесь делать сейчас? Они на нас идут. Мы, соответственно, давайте отступим нашим разведчикам. Герой, герой, герой. Если я верну героя, они не станут нападать. А нам нужно, чтобы они напали. Нам это нужно обязательно. А если двумя отрядами я проатакую, интересно, я никого не потеряю? Так, лисичек, наверное, даже мы к столице вернем. Давайте, наверное, все-таки попробуем на контратаке их выбить. Да, здесь хорошо никого не теряем. Пистолет инферно получаем. Красота. Давайте как бы не навязчиво возвращаться. Так, твердыни, что будешь производить? Давайте вот эту... Нет, по контролю оптимизации за бесплатно. Прекрасно. Плюс денюжки. Так. Держание отрядов, конечно, много, много, много. Но куда деваться? Ой, аж минус 14 пошел. Ты сейчас серьезно? Откуда же у меня столько денег? Ты куда? Точнее, столько денег-то уходит. Минус 14. Затраты на операцию. Эту операцию надо оставлять. Сейчас у нас, конечно, здесь еще энергетически достроится. Здесь у нас сейчас достроится на энергию здания. Не хочется, конечно, отряды сейчас распускать. У нас минус 14. Ладно, пока хватает. Так, они пошли в атаку на нас. В автоматическом режиме. Если 2-3... Они никого не потеряли. Значит, надо вручную идти играть. Надо вручную. Надо их хоть немного измотать. Хотя бы немного. Если они безнаказанно будут так наши города занимать, ну, пользы будет мало от этого. Все минералы. Ну да, конечно, их тут целая куча просто. У нас тут, кстати, есть танк. Преломитель. У меня звуковой отлив. Пушка. Звуковой прилив. По площади, я так понимаю. И наш супер-юнит. Не успел достроиться. Здание не успело достроиться. У нас тут... Подстрекатель. Ближний в бою. Молодой человек. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как они неудачно нас напали. Точнее, для них это удачно. Для нас неудачно. Ну да, здесь вряд ли что-то у нас получится. Я, честно говоря, думал, что уже мы успели построить здание. Но, как видите, зданий у нас здесь нет. Вряд ли у нас получится здесь кого-то убить. За один залп. Мы этого сделать не сможем. Ай-яй-яй. Эти сейчас еще раздваиваться начнут. Раз все готовы, у нас денег нет. Ну, хотя лазерный удар от можем жахнуть кого-нибудь. Но толку-то их медики подлечат. В общем, проблема. Их подлечат медики. У них 2 штуки. Нам надо кого-то убивать за один ход. Ну, насколько я понимаю, таких нет. Кого мы сможем убить за один ход? 55. Так, ладно, сколько здоровья осталось? 40. Отсюда будешь попадать? Будет. 17% внутрь. Ух ты, попал. 27% здоровья осталось. Ну, да, ровно единичек не хватает. 17. Ну, естественно, промах. И его сейчас вылечат. И его сейчас вылечат. Ну, как так-то, а? Так, а ты не дотянешься до туда, да? У тебя дальность... Да, дальность никакущая, к сожалению. Значит, ставим защиту. Лазерным ударом мы его не добьем. 25. Останется у него прям... А, 17 даже нанесется. Поэтому смысла нет. Хотя фотонной контратакой можно слепоту кинуть на всех. 12 урона. 8 урона. Давайте фотонной контратакой. На двоих. Да, может быть, на следующий ход получится добить. Хотя бы одного нужно убить. Хотя бы одного. Но сейчас вот эти рукопашники мерзкие. Вяжут. Они по своим стреляют. А нет, по своим не попадают. Все правильно, они бьют. Нет. Так, ладно. Кого-нибудь мы все-таки убьем. А может и нет. 17% все. В общем, такая точность маленькая. Восемьдесят. Вот так. Ну, надо бить. Надо бить есть чем лазерным ударом. Ну, мы тогда в минус уйдем. Ладно. Один отряд уничтожен. Так, этот ведь товарищ... Давайте ударим его. Так, ты давай превращайся в него же. Ну и все, к сожалению. На этом наш бой заканчивается. Мы всех потеряли сейчас. Ну, естественно, удары критические. Никаких ответных не будет. Он сомневался, как говорится. Да ладно, и он не успел раздвоиться? Он ведь не успел раздвоиться, насколько я понимаю. Ну, а тогда убивай. Ну, вроде бы даже двоих убили, получается. Он же не раздвоился, он раненый был. Нет, он раздвоился. Ну, как же так? Он раздвоился. Так, эти войска ушли. Надо вернуть обратно свою местность. Да, у нас денег нет. Парагоны прислали послание. Что они хотят? Вот здесь кого-то уничтожить? А, Парагоны прислали послание. Отторжение. Ну, я видел. Область захвачена. Сыпающаяся нехватка энергии. Отряд с низкоморалью. Это плохо. Минус 7. Давайте на энергию. Вот так вот. Да. Так, здесь у нас произвелось. Тут у них 1000, ну 2000 отряд. А, давай медленно, но верно, ступай туда. Ну, наверное, так вот пока. Парагоны. Ну, и не могу я выполнять это задание сейчас. Лисички, вы в город сядьте. Ну да, и как? Тут же уже было здание самое мощное. Санакар. Ну да, почему здесь-то Санакарна не было? Или он только что, только что построился? Немного непонятно. Это для меня, конечно. Они отступили. Они отступили обратно к городу. Ой-ой-ой, ну может они тогда пока... Так, принимаем награду, естественно. Опять у нас минус 7. Опять здесь ботанические сады норовят построить. Нет, мне энергия нужна. Так, ты давай пробую вернуть этот город. А вы давайте дуете вот сюда. Будем пытаться вот тут их разбить. Основные войска куда-то у него пошли, ушли. Может быть это даст нам возможность захватить этот город. Но это не точно, естественно. Вы ждите пока. Так, что-то он там наложил. Туда в Айска-то ушли у него. Так, требование парагону. 12 космит. Ну космит, слава богу, у нас есть. Присоединиться к нам хочет товарищ. Нет, товарищ, ты пока подожди. Нам не до тебя сейчас. Нам нужно пытаться город свой вернуть. Операции готовы. Здесь, ну энергия пока пускай производит. А, вот крыло дипломатического анализа бесплатно. Давайте. После этого. Ну да, давайте энергию пока производите. Радикас. Здесь улучшите вот это здание на энергию. И после этого. Вот это. Агентство по контролю и оптимизации. Это сияющее. Подожди, это мы где строим? Песные вершины. Что за область? А, это вот эта вот область. Ну понятно. Здесь конечно производство, можно было бы бахнуть. Но. Как уж получилось. Так, у нас 84 дипломатии в очередной раз. Можем мы что-то купить. Амуфляж охотникам. Плюс две брони. Химика еще одного. Давайте еще одного химика возьмем. И у нас должны быть максимальные отношения, да. У нас теперь максимальные отношения с анималами. У нас доступны теперь их цари. Но соответственно нужно сначала накопить такое количество дипломатии, чтобы царей можно было заказывать. К тому же цари космит начнут есть. Что не очень хорошо, естественно. Так, операции готовы. Да нет, пока не надо ничего. Посмотрим, что здесь будет происходить. Это что за разведка такая? Ну и два стэка. Я не знаю, куда они шли. Возможно, вот это вот они идут. Так, можем встить другую область к Радикасу. Какую? Какую область хочешь присоединить, дружище? Это нельзя. Тут ущелье кварцитов. Хотя неплохая, конечно, территория. Можем вот это присоединить, кстати. Да, давайте это и сделаем на энергию. У нас звуковое усиление получилось. Модуль кавитации и резкая нота. Резкая нота резонанс накладывает. Модуль кавитации эхо. Это навыки, которые повышают урон. Чем больше, в общем, по отряду стреляетесь, с этим навыком. Этот урон, накапливается этот эффект, и потом нанесется урон значительно отряду. Так, нам нужно изучить доступ к командному центру. Давайте прям туда сразу и направимся. Здесь у нас блок с Тарояном. Конечно, подстрекателей бы изучить. Подстрекателей звучит бодро. Давайте, 8 ходов. Заявку на рассмотрение нет, пока нет. Так, да, деньги, в принципе, у нас производятся. 166 уже у нас тут. Казарму штурмовиков с бесплатно можем построить. Подготовки специалистов. И 71 денюжка у нас будет после этого. Не, давайте сначала производство энергии запустим. Вот так. 139 денег. Тут у нас сырье, и нам в хорошем надо бы еще одного колонизатора копить. Но сами видите, сколько у нас денег. Хотя, вроде бы, сейчас дело должно пойти на лад. Сейчас еще одна у нас энергетическая зона появится. Что не может не радовать. А здесь нам нужно влетать, я так понимаю. Пока враг ушел. Вот идут его стэки. Может быть, он, конечно, в обход к столице пошли. Но столица у нас весьма защищена. И сильно ударить по ней у них не получится, явно. Так, белки отстают. Прямо скажем, что у нас тут по юнитам. Может быть, да, кварциты, кстати, все, перестали бонусы получать. Ладно, давайте пока как-нибудь так. Вы уплывайте на берег. Так, по тактическим операциям что-нибудь... Кстати, доктрину можем запустить. Давайте, наверное, это и сделаем. Что-нибудь на... Мощное. Можем такое? Объединение рабочих. Производство и энергии ячейки производят на 2 единицы больше, соответствующих ресурсов. Так, кстати, неплохо нам сейчас будет. Да, денег стало больше. Не намного, но больше. Экономика маленько у нас подрастет. А это давайте мы... Уберем станцию наблюдения. Она нам больше не нужна. Только деньги тратит. Мы сейчас это все сами прекрасно видим. Чем-то он тут продолжает бафать в своей колонии. Я так понимаю, вот здесь он у нас ходит. Это кто тут так побежал? А это кварцит побежал. Ладно, кварцит не страшно. Они мало прислали послание. Уничтожить базу кварцитов. Вот эту вот. Ой-ой-ой. Ну если возьмем, можем отношения просто испортить с ними. В принципе, это не так далеко. Можем попробовать. Давайте попробуем. Мало ли, вдруг получится по временям. Так, тут у нас знания. Ботанические сады достроились. Восьмер ферму водорослей здесь поставим. Да, денег уже 226. Здесь у нас на энергию, наверное, надо строить. Потому что будет больше денег приходить. Хотя... В принципе, у нас здесь гражданская гильдия неплохая уже есть. На энергию есть. Хотя энергетический комплекс здесь уже третьего уровня будет. Давайте поставим. Деньги нужны нам. В принципе, с производством все и так неплохо. Нейтралитет. Так, заявку рассмотреть нам пока не надо. Здесь кварциты со всех сторон бегут. И не только. Ну, благо оборона у меня какая-никакая уже выстроена. Ну что же, давайте атаковать получается. У них тут что по обороне? 780. Турели есть? Есть. Ну, слабенько, конечно. Так, пустотные заграждения. Больше ходов тратим. Охранные дроны. Орбитальный оборонительный узел связи. Каждый их скопт ходов. Я думаю, мы даже это не будем разыгрывать, потому что это у нас всю серию займет этот бой. Постараемся его сейчас на автомате разыграть. Надеюсь, что потери будут приемлемые. Давайте прям максимально те войска соберем и проатакуем. Да. То есть нас 3800, их 2900. В принципе, даже если мы стэк потеряем, суммарно. Так, сколько мы потеряли? Четверых. 7. Ох, как мы много потеряли. Сколько у нас народу-то осталось? Очень много мы потеряли. Очень много потерь. Наверное, придется разыгрывать вручную. Смотри, 4, 5, 6, 7, 8. Причем тактика потеряли. 9, 10, 11. Почти два стэка мы потеряли. Нет, давайте разыгрывать вручную. И, наверное, это у нас будет до конца серии этот бой. Там и дроны у них будут призываться. Чем-то меня бомбить будут. Мерзкие типы. Ой-ой-ой, ладно. Вот эти, конечно, летуны у них опасные. Плюс они у них еще усиленные. Сложно у них попасть. Так, это что сейчас? Замедление получают. Орбитально-обранительную связь. Поле-бойбом каждые три хода, нося 16 кинетического урона трем случайным отрядом. Ну, понятно. Она же сюда вставая. 5%. Как так? Почему такая точность? За счет чего? Что вот у них за усиления такие? Да никаких усилений нет. Просто 5% и все. Якстись. 20%. Пробуй. Естественно, промах. Ну, естественно, промах. Внуряющая инфекция. Давай. Промах. Надо, наверное, пробовать на боеготовности ставить. Это что у нас? Прерывающий взлом. Пока в защиту встань. Ух, а вы как за эти-то оказались, ребят? Это интересно, конечно. Интересно. Дроны у них призываются. Со спины. Так, вот, давайте сюда. Боеготовность. Песели. Сюда пока в защиту встаньте. Герой. На боеготовность вставай. Так, где еще у нас герой? Вот она у нас на мопеде гоняет. Давай сюда на боеготовность. Белка. Может, даже защиту кинуть. Да, наш защиту вот так поставь. Защитные желуди. Так, ты, Белка, давай сюда. Пока в защите постой. Зайцы. На уклонение. Песели сюда. Войска, конечно, мы сейчас жутко будем терять. От этого никуда не деться. Слишком их много. Нас, конечно, тоже немало, но... Атакующий всегда теряет больше, к сожалению. Так, ты ни в кого еще не превращалась, да? Так, действует турель. Будет интересно до нас заставать. Давайте на всякий случай вот так отойдем. Да, никого пока не можем. Так, и здесь, смотрите, тоже сзади нас зашли. Удивительно. Дроны были посты на помощь для защиты от территории. Действует один ход. Ну окей. Кажется, они уже все. Отъехали дроны. Давайте смотреть, что они будут делать. Ох, ты ж замедление там бахнуло. Телепортируются в сумерках. Прыгают, бегают. Ракеты пошли. Калибровка. Ой-ой-ой. Как больно. Как больно по нам бьют. Гранаты. Ну, очень их много, конечно. Так, это по нам вихревой заряд, да? Сюда сейчас жахнули. Много урона где-то нанеслось. Так, ладно, давайте смотреть, кого уничтожать в первую очередь. Вот этот летун мне не нравится. Он у нас... А, у него пустой разум. Понял. Как бы его сбить. А что не так с точностью по нему? Это вот за счет лучных боевых датчиков. Маневр, уклонения. Да, долго он двигался, видео. Поэтому... Ну, давайте превратимся в пехотинцев. Мне зона действия. Действительно. А гранаты кинуть? А гранат, значит, кидай. Шокируем. Чтоб меньше двигались. С фланга будет обход? Будет. 40%. Пробуй. Ну, хорош. Надо попадать. Лисички, сестрички, надо попадать. 50%. Ладно, 50% попали. Тактические операции. Можем, конечно, похилиться. Вот этих ребят всех захилить. Здесь мы ни в кого не попадаем. 25% все. Ну, куда это годится? 30%. 10%. Ну, давай 30% попробуем. Да хорош. Ну, что за промахи-то игра? Я все понимаю, что точность там пониженная. Но не до такой же степени, чтобы вообще не попадать. Хотя бы легкий урон нанесите, я не знаю. Ну, совсем-то без единого попадания тоже нельзя. Вот хотя бы так. 50 на 50. Ну, отлично. Один сбили. Летун. Сейчас еще по нам жахнет орбитально-обронительный узел этот. Тоже больно нам придется, конечно же. Давайте. Только нелегкий урон. Отлично. Давайте в защиту встаньте. И с легкого выстрела. Так. Тоже бы этих товарищей добить бы, конечно. С легкого выстрела 58. Хорошо. И добить. Да. Они же у нас не раз двойные были, насколько я понимаю. Лечебный выстрел. Отсюда сможешь выстрелить? Вроде бы можешь. Да, давай вот этих подлечи. Килимся, живем, что называется. Электричеством. 15%. Пробуй. Неплохо, кстати. Недурно. Так. Белки. Нужны ваши желуди лечебные. Вот так вот. Так. Кого еще мы можем сбить прямо сейчас? Кто у нас в зоне поражения находится? Так. Командир. Ой. Ну, конечно, по ним такое дело стрелять. Неблагодарное. За счет... того, что они уклоняются хорошо. 25% да у тебя? Если так, 35. По площади вот 55 есть. Давайте вот так пожакнем его. Так. Можно, в принципе, сейчас даже добить попробовать. Ай. Игра. Ты меня сейчас прямо кого-то напоминаешь. Другую игру. Которая тоже такие, прямо скажем, неоднозначные эмоции вызывала. Атака феникса. Мы не дотягиваемся с нее. Так, давайте кожаные заплатки подключим. Встанем вот сюда и будем танковать. Все-таки 7 брони у нас. Да хорош, ну все же мимо летит. Вообще все, игра. Совсем-то все не должно мимо лететь. Отлично. Так, пушкари. Ни в кого вы дать сюда не попадаете. Давайте надо готовность, а пока встанете. Белка. Давай защиту вот сюда еще кинем. Конечно, бомбить они сейчас нас будут не по-детски. Опять урона прилетит. Вагон и маленькая тележка. Ладно. Лазерные удары. А, ну это вот это вот. Нет, вот это орбитальный усилотсвязи. Он прилетел. А в сумерки поставили. Лис убили. Да, лисы парагонов убили. Че шокирует эти ближние баи негодяи, а? Так, ладно. Опять-таки по старым чертежам. Кого мы прямо сейчас можем убить. Так, этот наук у нас пока еще не активен. Давайте вот слева начнем. Слева начнем. 35 процентов. Тут 30, 35. Лисички, сестрички. Так, у нас контуженная. Отсюда есть лев кого. 90 процентов. 95 процентов. 12 урона. 60 процентов. Рукопашники ни докуда не добегают. Так, вы. 60 процентов. Давайте пробуем вот этого товарища сбить. Раз уж он так хорошо стоит. Так, вы отсюда сможете. 75 процентов. 75 процентов. Ну, пробуй. Хорошо. Ты сможешь добить? Если только критом. Давайте вот так, а вы добьете. 35. 35 процентов. Ну, отлично. Ну, отлично. Ладно, еще один летун у них отлетался. Это не может не радовать. Значит, лисички. Сестрички. Огонь. Так. Так. Отсюда ни в кого, да? Они уже не сможете стрелять. Может, конечно, их на месте оставить. Чтобы они на себя все это дело согрели. Сколько у них жизни-то осталось? В чем он здоровый такой? 23. Ну, давайте. Выстрелим. Так. Что здесь у нас? Сюда бы прям с Сыданой чем-нибудь таким, знаете, знатным. Вот фотонный контратак у нас есть. Высокочастотное излучение есть. Раскол щитов есть. Вот если так. Сколько? По трем. По двоим. Так вот можно по трем жахнуть. Давайте жахнем. Может, еще потеряются. Да, потерялись. Есть шанс, что отменятся их атаки. Так. Мощный выстрел есть, кстати. 70%. 60. Знаете, товарищи, по-моему, уже раздвоены, да? Или нет? Не знаю. 50%. 55. Атака с фланга. 1.7. 7. 14. Пускай еще плюс 7. 21. 28. Ну, нет, мы его не сбиваем, к сожалению. А если вот сюда плюнуть? Давайте вот так вот поближе подойдем. А почему только в двоих попадаешь, а? Ладно. 70%. Ну, мы его не собьем. Не-не-не, я вот тебя же включал, да? 50%. Ну, давай, вот такого 50. Атака с фланга легкий урон. Ну, дожили. Атака с фланга легкий урон. Генерал. Перерывающий взлом. Звуковая волна. Ну, это по площади, да? Бьет. Мы до куда-нибудь не дотягиваемся. Отсюда тоже никого не берем. Отсюда. 55%. 1.8. Отсюда. Давайте по этому товарищу жахнем. А гранатки у нас не долетают, да? Гранатки достаточно ближнебойные у нас. Ну, давай, 50 на 50. Очень много промахиваемся. Просто нереально много. Это отвратительно. Преживающий взлом. Так себе прервали, если честно. Ну, почему легкий урон-то? Ну, давайте добьем. Да. Так, наш. Та-та-та-та-та-та-та-та-тактик. Мы слишком близко сюда. Боюсь под турель его подставить. Зайцы-попрыгайцы. Куда вас можно отправить? Давайте, наверное, вот сюда. 30%. 50%. Давайте, у кого 50. Все равно промахиваетесь. Так, пушкария. 45%. А если отсюда? 65%. Ну, пробуйте. 4-4. Мало. Белка, белка, белка. Давай сюда. И, наверное, надо замедляющий желт. Ну, нет, она никуда не докидывает. Она, кстати, вон в самолет попадает этим желтем. Но жалко его тратить, если честно. Замедляющий, лечебный. Есть кого лечить? Давайте, вот этих ребят подлечим. Может быть, переживут они следующие атаки. Так. Ну, и пока в защите. Стойте. Летун наш. Или сюда его. Давайте все-таки здесь оставим. Подхилить можно кого-нибудь. Да толком-то и некого. А это перезаряжается ли один раз? Нет, один раз тогда пока не будем. Ну что же, ждем, кого еще убьют. Так. Жить. Жить. Так, ладно. Волочки погибли. Что такое? Ну, хватит уже. Да. Моя, учи, два. Их они у нас убили. Ну, это сразу отъезжает. 45%. Ладно, давайте пока сюда сведемся. Можем прям сейчас. Давайте вот так сделаем. Оп. Товарищ сзади появился. Это неплохо. Генерал. 55%. Давай только укрытие встань. 65. И с фланга его. Да. Один промах, один легкий урон. С фланга. Прекрасная с фланга. Ничего не скажешь. Так, нет. Своим попадет. Своим шпионом. Так, 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 так. Лисички, сестрички. Зайцы попрыгаются опять же таки. Можно сюда влететь. И вертушку крутануть. Охрана. Охрана по легкому урону. Ну, давайте сорваем охрану. Прекрасно. Чтобы не выпендривался он тут. Давайте вот так еще. Цепленным урончиком. Тоже красиво получилось. Так, ты. Слушай, ты пока жди. Тебя как прям убивают. Вот этого бы товарища убить. И наш генерал бы смог отойти. Так, здесь. Если вот так вот кинем мы не убьем. Электричеством тоже не убьем. Так. Так, наши пострадают больше, чем враги. Давайте просто этого товарища застрелим тогда. Так. Ой, а здесь может быть размноженное восстановление сделаем. Снимем все негативные эффекты с них. 50%. 75, кстати, сюда. Белка, что можешь сделать? Можешь химию свою кинуть. 6 урона всего мало, конечно, урона. Сюда 75. Сюда добросишь 95. Ну давай. 8 урона. Еще 11. Еще 9. Так, ты сможешь его добить? Вряд ли. Эти ребят не дотягиваются. Нам нужно вот этого еще товарища сбить. Здесь 45%. Сейчас нам даже, наверное, подлечиться можно. Чтобы не терять этих юнитов. Это даже можно и так. Ну да. Можно, конечно же, если бы попадать еще. Было бы совсем хорошо. Но наши ребята, к сожалению, не попадают. Так, сколько? Атака с фланга. 5 урона. Ну серьезно. Потерянный, кстати, он стал. Хотя бы так. Вы в защиту. Белка. 95. Ну по своим попадем. В общем, проблема. Пойдем по своим. Узнаряющий инфекции. Легкий урон. Кто-нибудь остался у меня еще? Белка последняя. Ладно, убивай. Так, генерал у нас еще остался. Скорее всего, генерал-то мы потеряем. Давай в защиту встанем. Ты в защиту вставай. Так, что они там еще сбросили? Ну что, такой упал? Генерал, к сожалению, упал. Но ничего, мы его сможем искресить. Двух разведчиков, нахуй, выводу нас убили. И это не страшно. Ну что, давайте сначала вот это, значит, товарища добьем. Только без промаха сейчас надо бить. Я же просил, без промаха игра. Ну почему так много промахиваемся мы в этом бою? Он и так непростой. В конце от концов. Так, вы дотянетесь, дотянетесь, сбивайте его. Супер. Так, теперь вот его надо сбить. 50%. Или вот этих вот ребят. А приходы ведь так сказать. Так, электрические. Можно сюда вот жахнуть. Белка. Белка, белка, белочка. Давай сюда встань. И вот так вот им. Желудь замедляющий туда. Ибо нефиг. Сколько? 50% шанс попадания. Мало очень. Вот тактик. Благо еще жив у нас. Это радует. 45% отсюда. 55%. Ох ты, шкрик. 6-7. Слушайте, а можем даже сбить его сейчас прям. 50% пробуй. Опять промах. Ну ты серьезная игра. Очень много промахиваемся в этом бою. Нереально много. Просто чрезмерно много промахиваемся. Так, вроде бы летающих аппаратов у них не осталось. Насколько я понимаю. Да, летунов всех сняли. 55. Не, давай вот так вот. Цепным зарядом по ним. Нет, это по своим точно не надо стрелять. 5% аж. Ну можешь, конечно, ими пожертвовать. Сюда прям вжарить. Но мы этого делать, естественно, не будем. Так, звуковую волну мы ни докуда не дотягиваемся. А, все, у нас кончился ход. Можем, кстати, гранатку. Нет, не можем. Ничего не можем, да? Да. 40, 40, 70. Давай 70, мы шокируем. Ничего, естественно, мы не шокировали. 5%. Удачи. Так, кому мы восстановим ход? Вот еще у нас генерал остался с псионикой. Генерал с псионикой. Давайте им поближе подойдем. Разочек даже стрельнем. Прекрасно. Кому бы ход дать? Может быть, самому главному нашему? Давайте. На шее, точнее я. У нас, конечно, замедленная. Но по площади... Да, смотрите, как хорошо сейчас по площади саданет. Хорошо. Сколько их осталось? 1, 2, 3. Их, по сути, 5 осталось. Турели можно не уничтожать. Турели, они сами отъедут. Ну как, отъедут. Опять урон полетел. Хватит бомбить меня. Как больно стреляют, а? Упсы. Хорош. Кто-то он умер у них, кстати. От яда, видимо, какого-нибудь. Так, лисички, сестрички. Ну-ка. Вот у этого товарища с фланга. Спасибо. Вы. Тоже 95. Ой, тоже супер. Так. Здесь у нас больше, грубо говоря, делать нечего. Давайте. Может быть, даже сюда подходить. Вот так вот встанем. Добьем вот этого товарища. Недобьем на эллите. Белочка. Ничего пока не делает. По площади. Звуковая волна. Почему она сейчас не по площади бьет? Ну, ладно. 1.9. 1.15. Ну, давайте. Как-то так. Так, тут сразу по двоим попадаем. Белка. Давай сюда кинь орешек свой. Желудь обдавши скал. Прыжок. Отсюда, что ли. И вот так вот по ним. Ну, где-то было же. Ну. Где? Немного я не понимаю. Вот так вот. Так, к сожалению, не добили. Успокойся ты. Турель. Ты же кривая, как я не знаю что. Можем так еще прыгнуть. Тоже согреб на себя все. У него 7 брони. Так, ты. Отойдите. Рома, к сожалению. Давайте, наверное, еще раз подлечимся. Вот так вот. Так, отход. Кого можно? Кварцитов? Да нет, давайте, наверное, не будем. Пока ничего отходить. Если бы были у противника мощные операции, я думаю, он бы уже их применил на нас. Поэтому, скорее всего, никаких сейчас мощных операций в ход противник уже не будет. Так, вы. Ну, давайте вот сюда отходите. Вы. Вот так вот. Пусть я вам даже не знаю. Давайте народ так убедить. Вы здесь свой фланг зачистили. Можете соединяться с основными войсками. Давайте еще разочек бахните по нам. Ну, генерал танкует. У него там 7 брони. Это несерьезно. Так. Ну, давайте. Пупс сам пришел к нам. Сам пришел. Сам погибнет. Так. Лисички. Нам попадают лисички. Да хорош, лисички. Вы еще еще серьезно. Так. Ну, командир, давай. Твой выстрел. Все. Да, это все. Прекрасно. В итоге мы потеряли сколько? Мы потеряли пятерых юнитов. Ну, прям скажем, не самых ценных. Это великолепно. На самом деле. Мы заняли город. Мы первые, кто выполнили разжигатель войны. Ну, естественно, мы первые, кто уничтожили столько вражеских юнитов. Лазучечка нам выдали за это. Разжигатель войны у нас появился. Супер. Вон они где ходят. Эти юниты. Ну, и прекрасно. Выбили мы их с нашего острова. Герой получил новый уровень. Ой-ой-ой. Вызов шпиона ему взять. Давайте возьмем вызов шпиона. Два очка оставим про запас. Так. Колонию мы, естественно, поглощаем. Так. Тайна операции. Выберите новые исследования. Контрразведка. Я все по-прежнему иду. Сбор разведданных. Так. И давайте теперь сгруппируем наши оставшиеся отряды. Что у нас тут? Да в основном эти у нас тут. Естественно. Белка. Тут кто? А герой, кстати, жив остался. Возрождение души у него. Вот так вот. Это хорошо. Прямо скажем. Это он молодец, что воскресился. Так. Сколько у нас белочек всяких? Здесь две. 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 Здесь еще одна белка. Имеет ли смысл их в один отряд загнать? Ну не знаю. Так. Ладно. Вот этих ребят надо в любом случае перераспределить. Здесь белку, наверное, надо будет убрать из отряда. Да, белка, ступай. Сюда мы возьмем... Наверное, лазучечка. Она, я считаю, полезнее, чем эта пехота. Да, здесь у нас отряд полностью шакар. Здесь еще двоих у нас не хватает. Давайте двух лисичек-сестричек отдадим. А ты сюда присоединяйся. Вот у нас получается практически три стека. Одного только не хватает юнита. Но он у нас вот есть, этот юнит. Вот он. Он может прям прямым ходом ломиться туда. Так, ты... Слушай, ты жди в городе, наверное, пока. Тут что-то кварцит вон какие-то бешеные ходят. Что у нас можно построить? Ботанические сады. Хакеров, кстати, можем строить мы. Но пока, наверное, нет. Давайте ботанические сады построим. Для морали. За один ход они нас всего лишь построятся. И потом будем уже деньги производить. Так. Это как-то повлияло на силу баланс? Нет, никак не повлияло. Мы по-прежнему на последнем месте по силе. Давайте посмотрим, что у нас по заданиям от фракции. Уничтожить базу кварцитов здесь. Можем выполнить. Уничтожить разлом. Сбор разведданных. Ну, понятно. И уничтожить отряды вот здесь. Но слишком далеко. Проблема с пар... А, нет, это не слишком далеко. Это задание от наших зверских друзей. Будет возможность, естественно, сходим туда. Но пока у нас такой возможности нет. Потому что здесь никакой обороны нет. Пока этот город не захватится. Мы здесь ничего делать не можем. То есть 8 ходов будем его занимать. И вполне возможно, что сейчас на нас двор пойдет. А мы между колониями сейчас быстро перемещаемся? Ну, 3 хода мы перемещаемся. Не особо быстро. Давайте, наверное, вот это... А, нет, не можем мы им двигать. А почему? Ну, потому что у нас здесь лазутчик совсем без очков в действии. Ой-ой-ой. Можете ее тогда оставить здесь? Давайте, наверное, так и сделаем. Вот вы все, ребята, и вы двигаете вот сюда. Здесь пока эти два стейка оставим. Да. Лазучицы. Так, за 47 купить-то нечего. У анималов. Надо на царя копить. Царь, молодой человек, ближний в бой. Вот он будет раздавать уже. Так что мое почтение. Но пока все, давайте завершим ход. И, в принципе, наверное, и серию нам уже... Ну, давайте, вот этот ход сделаем и завершим серию. Так, это у нас кто-то тут бегает, этот кварцит и носится. Тут они обратно в лодки сели. Здесь, ну да, как я и говорил, летит к нам двор. Мы его должны встречать уже здесь. В принципе, у нас здесь тысяча гарнизона. Здесь у нас тысяча войск. Должны отбиться. Давайте, наверное, даже вот этого товарища тоже сюда предним, чтобы был полный стэк. Себя мы пока не берем. Вы. 725 силы. Здесь сколько? 964. Есть только двумя стэками туда идти. Но они меня сейчас заберут. Вот эти морские. Хотя, как заберут? Мы же водоплавающие. Ну, как водоплавающие? У нас тут, вон, блин, зверей целые. А этот, даже не знаю, как назвать. Целое воинство зверское, которое совсем не водоплавающее. Ну, да ладно. Так, можем пристень в другую область. Кроме морских-то нет, чтобы уж никаких. Ну, похоже, что так. Только морскую. Прибрежные воды. Прибрежные воды. Прибрежные воды. Ну, давайте вот этот, что ли, присоединим тогда. Вот так вот пускай будет. Так, здесь у нас кто? Боевой корабль? Тержевой корабль. Ладно. Так, здесь что? Ну, пока получается все. Конечно, можно юнит произвести. Тех же хакеров. Хакеры, хакеры. Или излучателя. Так, у нас то, что за отряд? В принципе, один излучатель есть. Перелог есть. Налетчик есть. Эту разведчицу тоже сюда можно отправить. Давайте пока ее сюда посадим. Пусть она примкнет, так сказать, к городу. Ну, и пока, наверное, все. Пускай лучше деньги производятся. Небольшой у нас такой запас денег будет. В принципе, если этот город мы удержим, у нас станет 4 города. Ну да, помочь, конечно, мы до сих пор на последнем месте. То есть мы у них разбили 2 стэка. Захватили город. И сил по-прежнему меньше, чем у них. Это странно, на самом деле. Хотя у них городов ведь не так много. 1, 2, 3, 4, 5, вот, наверное. 1, 2. А, вот, а нет, это уже все, захваченный город. Так, здесь все, бандиты ходят, бандиты, бандиты. Но у нас уже оборона такая, что бандиты нам не страшны. Ладно, ребята, в этой серии был знатный бой. Мы его, естественно, выиграли. Ну, как естественно, выиграли, и слава богу. Так что давайте на этой хорошей ноте попрощаемся сегодня. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Это все очень приятно и крайне полезно для развития этого самого канала. Еще раз всем большущее спасибо и всем пока.